Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Процесс московских священников 10 мая 1922 года в московских газетах был опубликован приговор суда по делу о лицах, обвинявшихся в агитации против конфискации ценного церковного имущества. Священники благочинные города Москвы, Зоозерский, Добролюбов, Надеждин, Христофор, Вишняков, Орлов, Фрязинов, Соколов, Телегин, а также гражданин Брусилова, гражданка Брусилова, Тихомиров и Рахманов были приговорены к смертной казни. Другие лица на разные сроки заключения. Кто в церковной Москве не пережил остро этого процесса? Сколько народа знали этих священников и с каким трепетом следили за их поведением на суде? Какое мужество проявили посудимые и сколько правды сказали. Кто бывал в приемной патриарха Тихона в Троицком подворье на Самотеке, отлично помнит огромного тучного, размашистого и быстрого в походке патриаршего эконома от цархи Мандрита, анимподиста Телегина, который при изъятии ценности церкви этого подворья, облачившись, заявил свой протест в комиссии, а потом разоблачился и вышел из храма. Такой земной и плотяный по виду монах совсем не казался героем духа и нравственной силы. Однако патриарх знал своего эконома этого простого, малообразованного человека. Когда из суда приходили и сообщили о его поведении, патриарх с улыбкой говорил, «Ну, мой анимподист не сдастся, на него я надеюсь». Газета «Правда», номера 8595, 30 апреля 1922 года, дала описание его допроса, далеко не полное, а пусть в многое неприятное для советской власти, о чем рассказывали слушавшие процесс. «Я по убеждению монархист», заявляет ей романах чудового монастыря Телегин. «К партии принадлежите?» «Нет, я беспартийный служитель престола». Трибунал заинтересовался столь неожиданно вынырнувшим монархистом. «Как же вы монархист, когда монарха нет? Ведь апостол Павел говорит, повинуйтесь существующей власти». «Я и повинуюсь, живу тихо, смирно, как все смертные, власти не касаюсь». «Где же вы служите?» «Был статным священником первой донской казачьей бригады. Теперь служу в домовой церкви патриаршего подворья». «Это вы там оскорбили комиссию?» «Да, я назвал членов ее грабителями и насильниками. Я служитель престола, и мне очень тяжело, когда отбирают священные предметы». Мужественно держал себя отец Анимпадис до последней минуты своей жизни. Священник, сидевший с ним в одной камере, рассказывал, как он нетерпеливо ждал казни. «Жду не дождусь», — говорил он, — «встречи с Господом моим Христом». Веселый он, принял в свои руки приговор над собою. «Наконец-то вы пришли за мной», — сказал он. «Распишитесь». С удовольствием ответил он, и особенным рощерком украсил свою подпись на бумаге. Другой священник, отец Заозерский, тоже осужденный за противодействие ограблению храмов, когда его вывели после суда на Лубянскую площадь в Москве, «широким крестом крестил приветствовавшую его толпу». А Бритова и Остриженного, его вместе с отцом Анимпадистом, Телегиным и другими лицами из белого духовенства, застрелили в роковом корабле-чрезвычайке. Так называлось помещение архива бывшего страхового общества, которое занимает на Лубянке ЧК, а потом ГПУ и НКВД. Внутри этого здания имеется темный полуподвальный, небольшой, но высокий в два этажа зал, напоминающий собой трюм корабля. Кроме нар для заключенных, посреди этого зала имеется несколько маленьких глухих комнат для прежних сейфов, где и расстреливали осужденных. Удивительно было поведение вдов, убитых из белого духовенства. Одна из них из-под черного головного платочка, сияя глазами, говорила другой, «Как мы счастливы с вами, матушка, как мы счастливы! Какой смерти сподобились мужья наши! За веру венец мученический прияли! Теперь надо только молиться за них! Нет, и молиться не надо! Это они за нас перед Господом молятся! Богу нашему слава во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.